Внимание! Что такое внимание? Внимание – это умственная активность. Умственная активность и осознанность – это разные вещи. Осознанность – это жизнь в чистом виде. Насколько насыщена ваша жизнь, настолько вы осознаны. Что касается умственного внимания, то его можно включать и отключать. Насколько оно насыщено – это все, что имеет значение. Но умственное внимание можно отключить, не так ли? Можете включить его или можете отключить, не так ли? Вы можете обращать внимание на что-то или игнорировать это, не так ли? Это другое измерение. Это умственная активность. Это, опять-таки, не реальность. Это всего лишь умственное внимание. Это умственная активность. Ум способен на многое, но это другое измерение. Это тема не существования, а психологии. Оставим ее там. Когда я использую свои органы чувств, это проявление осознанности или восприятия? Можно ли сказать, что четвертое измерение – это осознанность? Это как раз то, о чем мы только что говорили. Простите, как вас зовут? Кавита. Кавита. Мы только что это обсуждали, но вы не обратили внимания. Я обратила, но ничего не поняла. Я немного запуталась. Хорошо. Прямо сейчас вы воспринимаете? Да, воспринимаю. Для начала вы живы? Да. Дальше, сейчас вы воспринимаете? Воспринимаю. Как хорошо вы воспринимаете? Полностью. Достаточно хорошо? Достаточно хорошо, чтобы слышать мои слова. Достаточно хорошо, чтобы видеть, где я сижу. Достаточно хорошо, чтобы заметить людей вокруг себя. Благодаря восприимчивости вы чувствительны ко всему, что происходит вокруг. Вы понимаете, сколько вокруг людей. Вы понимаете, что я о чем-то говорю. Вы понимаете, что я сижу здесь. Вы все это воспринимаете. С помощью чего? С помощью зрения. Через ваши органы чувств. Не только зрение, но также слух и другие органы чувств. Сейчас вы ощущаете все с помощью пяти органов чувств. Находясь в какой-то степени восприимчивости, вы ощущаете все, что происходит вокруг. По крайней мере, все физическое вокруг вас, не так ли? Вы не знаете, что происходит внутри человека, который сидит рядом, не так ли? Вы не знаете, что у этого человека в голове. Вы не знаете, что он чувствует. Не знаете, что происходит с его энергией. Вы ничего этого не знаете. Но, по крайней мере, вы воспринимаете физическую действительность. Вот настолько вы восприимчивы. Предположим, вы задремали. И в какой-то момент перестали понимать, о чем я говорю. Случалось такое? Предположим, вы задремали. Что происходит? Ваша восприимчивость снижается. По этой причине вы слышите мою речь, но не воспринимаете ее. Да или нет? Но уши все еще слышат, не так ли? Их никто не заткнул. Звук воздействует на барабанную перепонку. Моя речь в любом случае воздействует на вашу барабанную перепонку. Но вы ничего не понимаете, потому что ваша восприимчивость снизилась. Раз ее уровень может снизиться, значит, он может и возрасти. Логично. Чтобы ваша восприимчивость перешла на более высокий уровень, необходимо повысить уровень вашей энергии. Когда ваша жизненная энергия становится более насыщенной, ваша восприимчивость возрастает. Когда ваша восприимчивость переходит в более высокие измерения, ваша чувствительность становится яснее и обостреннее. С обострением чувствительности меняется само качество вашего опыта. Прямо сейчас вы сидите здесь, а рядом с вами сидит другой человек. Предположим, уровень вашего восприятия таков, что вы знаете все, что происходит внутри человека, сидящего рядом с вами. Значит, вы не просто находитесь здесь. Ваш опыт теперь совершенно другой. Не так ли? Да или нет? Теперь вам понятнее. Но у вас не получится непосредственно поднять уровень своей восприимчивости или повысить чувствительность, или расширить свой опыт. Единственное, что вы можете сделать, это поднять уровень своей жизненной энергии. Вы можете только повысить напряжение в сети. Вы не можете просто заставить лампочки гореть ярче. Понимаете? Даже физически. Можете ли вы заставить свет стать ярче? Но вы можете повысить напряжение в сети, не так ли? Повысить напряжение, а все остальное случится само? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо! Продолжение следует...